Терминал как по маслу Терминал как по маслу Группа НМЖК готовится экспортировать продукцию через Астрахан Газета Коммерсант номер 92 30 мая 2019 года Строение 8 Крупный российский производитель пищевых продуктов Нижегородский масложировой комбинат НМЖК Рассматривает проект по строительству терминала для экспорта масла в порту Астрахан Актив может стать первым для группы и позволит ей увеличить поставки в Иран Который становится перспективным рынком Других явных импортеров на этом направлении нет ООО Каспийский морской терминал КМТ Было учреждено в Астрахане в апреле Следует из ЕГРУ В новой компании 51% принадлежит ООО ПКФ Профит Российской структуре одного из крупнейших азиатских агрохолдингов Со штаб-квартирой в Сингапуре В РФ Управляет ГК НМЖК Которая объединяет масложировые комбинаты в Нижнем Новгороде и Самаре Маслоэкстракционные заводы и проспект по оценкам В 2017 году НМЖК получил 67 миллиардов рублей выручки Еще 49% КМТ владеет ООО ГК Армада Входит в инвестиционную компанию Профит, которая ведет перевалку грузов в акватории порта Астрахань Среднегодовой грузооборот – 1,2 миллиона тонн, сказано на сайте Армады В НМЖК сообщили «Твердый знак», что рассматривают различные варианты создания собственных мощностей в российских портах для развития экспорта и сокращения логистических издержек В 2018 году НМЖК отгрузил на внешние рынки около 300 тысяч тонн продукции и планирует наращивать поставки, заявили в группе Там добавили, что проект, для которого был создан КМТ, пока находится на рассмотрении, не став раскрывать деталей В Армаде не ответили на запрос «Твердый знак» У НМЖК сегодня нет собственных терминалов по перевалке растительных массил в России По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько Группа ведет отгрузки с использованием флейкситанков, резервуаров для перевозки жидкой продукции Некоторые компании отгружают масло и напрямую в небольшие танкеры, добавляет он Но, по словам эксперта, такие способы поставок удорожают экспорт и не позволяют серьезно наращивать отгрузки В августе 2017 года стало известно, что НМЖК может принять участие в строительстве терминала в Новороссийске совместно с Новороссийским морским торговым портом НМТП мощностью до 1,5 миллиона тонн продукции в год Но партнерство не состоялось В НМТП это не комментируют По оценкам директора Савакона Андрея Сизова, исходя из объемов экспорта НМЖК и потенциала направления, мощность перевалки КМТ может быть до 500 тысяч тонн масла в год Собеседник твердый знак на рынке оценивает примерную стоимость подобного терминала в 500-600 миллионах рублей Терминал в Астрахани может быть более логичным для НМЖК Этот порт ближе к производственным активам компании, чем Новороссийск, отмечает господин Сизов Каспийский терминал может иметь потенциал с точки зрения наращивания экспорта масла в Иран Но проблема в том, что это единственный явный крупный покупатель Рассуждает Андрей Сизов По словам господина Рылько, создать сложности может и то, что в Иране нет современных мощностей для приемки и хранения масел в портах По данным Савекона, с начала сезона по февраль 2019 года Россия экспортировала 573 тысячи тонн подсолнечного масла При этом крупнейшим импортером стал Иран, закупив 175 тысяч тонн продукции На второе место среди покупателей опустилась Турция – 145 тысяч тонн Третьим импортером был Египет – 69 тысяч тонн Руководитель аналитического центра Русагра Транса Игорь Павинский отмечает, что КМТ может стать первым маслоналивным терминалом на Каспии По его словам, основное преимущество в собственных портовых мощностях для экспортеров масла, зерна и тому подобное – возможность лучше прогнозировать отгрузки и контролировать их уровень При этом, добавляет эксперт, эксплуатация своего терминала, скорее всего, будет дешевле, чем плата за пользование мощностями сторонних компаний Анатолий Костырев